Тревожные новости сегодня приходят из разных городов России. Этим утром в Ростове-на-Дону произошел взрыв. По некоторым данным, во время обхода одной из городских школ, дворник увидел предмет, похожий на фонарик. Поднял его, нажал на кнопку и в этот момент произошел взрыв. И сегодня же в жилом доме Санкт-Петербурга было обезврежено взрывное устройство. А теракт, который произошел в начале недели в северной столице, и в результате которого погибли 14 человек, потряс не только всю страну, но и весь мир. Сегодняшнее расширенное антитеррористическое заседание в Нижнекамске началось с минуты молчания. Первая информация с заседания. Целый ряд городских объектов массового пребывания людей имеет слабую антитеррористическую защищенность. В черном списке некоторые торговые центры, кафе, школы, детские сады, спортивные объекты. Сразу после питерского теракта в Нижнекамске усилили меры безопасности в приоритете промышленные предприятия. Обращаюсь к руководителям промышленных предприятий города. О необходимости принятия дополнительных мер по предупреждению и пресечению террористических актов на особо важных объектах. Об усилении бдительности пропускного и внутриобъектового режима. Необходимо еще раз проверить работоспособность инженерных технических средств охраны. Провести дополнительные инструктажи. В аэропорту усилили контроль над багажом и ручной кладью. При входе на автовокзал охрана досматривает пассажиров. Каждый час осматривается территория городского депо. В эти дни полицейские просят объединить усилия горожан и правоохранительных органов. В то же время не поддаваться панике и игнорировать провокационные сообщения в соцсетях. Прошу вас довести информацию до всех рабочих и служащих ваших организаций о реальности террористической угрозы и ориентировать их на усиление бдительности. Провести дополнительные инструктажи с охранным персоналом о необходимости ужесточения пропускного режима. Действуем при обнаружении самодельных взрывных устройств, взрывчатых висе с подозрительных предметов и соблюдению мер безопасности. Сообщения о подозрительных предметах или личностях в полицию, профилактические мероприятия, инструктаж. Повышенная бдительность сейчас горожанам не помешает. Последние события в стране говорят. Каждый из нас должен четко знать, как действовать в случае угрозы. Вадим Струминский, Евгений Лызаев, Новости НТР.